Здравствуйте, с вами снова Андрей, продолжаем играть около Ратьева Компанию Последний Римлянин за римскую экспедицию И сейчас у нас на повестке дня штурм Карфагена Да, ребят, если вы знали, каких условиях мне приходится записывать Сейчас, я не буду на них распространяться, но поверьте мне, когда мне задают вопросы А что ты так мало записываешь? По всей видимости, одно видео в день в среднем, а там очень мало считают люди Ну, я могу только развести руками В общем, ладно, не буду ворчать Собственно говоря, на эту серию у нас задача добить королевства вандалов Потому что у них осталось всего лишь три поселения Но отправляться сразу на штурм западного поселения мы не станем Вместо этого мы поможем Ясняну разобраться с общественным порядком Потому что в Восточной Римской империи, насколько я знаю, на форумах Очень плохо, так сказать, обстоят дела с общественным порядком На тех территориях, которые мы им отдаем И в итоге получается так, что мы тех же вандалов, словно говоря, можем вырезать А потом они опять появятся на карте И придется их опять вырезать За счет восстаний все это происходит Так что нам будет довольно-таки сложно Кстати, нас еще ждут в компании несколько очень неприятных сюрпризов О которых я, ну, сейчас, к сожалению, я себе их заспойлерил Но, в общем, ладно Это я вам о них пока говорить не буду Если вдруг кто-то еще не знает Что здесь будет происходить Ну, собственно говоря, нам необходимо восстановить Сила Велизария после предыдущего штурма Этого гипондиорита Соответственно, мы пока ждем, где нападаем на Карфагин Ну и, собственно говоря, раз мы вандалов уже добиваем И переходим к Узготам Наверное, имеет смысл немножко поговорить О Узготском государстве Тем более, что у нас происходит забавное Ну, не забавное событие Забавно Амуласунта моргает на этой картинке Короче говоря, происходит у нас историческое событие сейчас Происходит арест Амуласунты Ее помещают в темницу Так Что-то я не понял Нет, я понял то, что Меня сейчас сделают дезинформацию войску Ну, я же вроде дохожу Нет, я что-то, ребят, не понял Так Я могу как-то обойти Может быть, из-за того, что тут агент стоит Как-то я не могу нормально подойти Хотя у армии должен быть приоритет по движению В сравнении с агентами Это я как... Что за фигня То есть, я не могу обойти город Бред То есть, вот эта речушка Она мне, значит Для того, чтобы ее пересечь Мне нужно потратить 3 четверти очков хода Забавно Ну что же, значит, атакуем Карфаген на следующем ходу Это все, что я могу сказать Даже, наверное, строить ничего не будем Потому что, опять же, на посредке нам два хода Я один ход терять не хочу Лучше уж мы постоим в осаде Ну и в конце концов, ладно Пусть у нас восстановятся немножко наши войска Потому что, как я понимаю В осаде, если мы будем держать Карфагена Не восстанавливаться не будет Так что пусть все нормально Так вот Раз уж у нас зашла речь про Амласунту Наверное, имеет смысл сказать Про общую ситуацию в королевстве Ост Готов Собственно, на момент нашей кампании Потому что с вандалами мы, видимо, уже постепенно будем заканчивать Сейчас И вот кто-то уже объявили нам войну Так что надо с ними разбираться Напоминаю, что Самым великим королем Ост Готов был Теодорих Великий Который создал очень серьезную державу Фактически объединив Вест Готское и Ост Готское государство Потому что, ну, на момент игры Поскольку Теодорих уже умер Ну, вообще, правильно называть Теодорих Я прошу прощения, когда я не знаю правильное ударение Потому что у меня есть такая склонность называть всех вот этих вот германских вождей У которых имя кончается на их Собственно, с ударением на это окончание Хотя, конечно, это неправильно И, ну, просто если Теодорих, то это еще ладно Это можно провести Угадать, где правильное ударение по современному имени Теодор Вот, например, как читать имя Аталарих То есть Аталарих, Аталарих, Аталарих Я понятия не имею, например, и другие подобные имена Поэтому тут я прошу прощения, что я неправильно ставил ударение Правильно, по идее Теодорих Так вот, собственно Теодорих, он проводил политику Так, мы, наверное, пойдем по верхней ветке технологии Потому что она у нас ведет к Тагмате А Тагмата, так сказать Я ей никогда не пользовался Но, так сказать, все знают Люди, которые смотрели какие-то обзоры по мультиплееру Что Тагмата это последнейший деменба Вот, я не знаю, насколько это верно в компании Тем более, что, по всей видимости, Тагмата стоит очень много денег Надо платить за его содержание Ну, увидим, увидим Не знаю пока Так сказать, по крайней мере, мне хочется поэкспериментировать с этим легендарным юнитом Вот, собственно Надо сказать, что Теодорих из всех вот этих вот варварских королей Пожалуй, был наиболее, скажем так, передовым и цивилизованным Что, в общем-то, неудивительно Поскольку он около 10 лет Ага, так-так-так-так-так Ага, и Юснян хочет, чтобы я освободил Маласун Что, серьезно, что ли? Просто исторически Маласун эту никто не освободил Она умерла в заточении, точнее, ее казнили Ну, об этом я скажу чуть попозже А пока про Теодориха Короче говоря, Теодорих, собственно, пытался В общем, Теодорих, вот, если сравнить, к примеру, с предыдущими императорами Императорами, в частности, Западной Римской империи Всеми, да? То есть, в частности, ну, теми, по крайней мере, кто долго правил То есть, например, Гонорий и Валентинян, третий, да? Теодорих был значительно лучшим правителем Нежели Гонорий или Валентинян Так сказать Он пытался Сделать так, чтобы Все В его империи жили мирно Так вот, почему он был образован? Потому что он в раннем возрасте Порядка десяти лет провел Как заложник в Константинополе Был такой признак его биографии Аэций был гуннов И почерпнул некоторые Так сказать, премудрости Военной тактики, то Этот Теодорих, он Соответственно, почерпнул Основу цивилизации То есть, опять же, окружил себя культурными людьми В частности Среди сановников При нем были В Италии Боец Про которого я уже говорил в компании Западной Римской империи Немножко я упоминал Вот И Кассиадор Кассиадор, между прочим, и сейчас должен Существовать При дворе Маласунты Дочери Теодориха И, в общем-то, Кассиадор был, я так понимаю Едва ли не главным советником Кассиадор, если кто не знает Это очень известный писатель Историк В общем-то, он написал Труд «История Готов» По которому потом ориентировался Готский историк Иордан Собственно, сведения о Готах во многом получены Именно Из этого источника Так, посмотрим, что у нас творится на Западе Так вот Собственно говоря Теодорих пытался сделать так Чтобы римляне и готы жили в мире Причем Как вообще В варварских королевствах Стояло дело в правовом плане Для римлян действовали римские законы Для варваров действовали Варварские общимые законы У Теодориха была иная позиция Он считал, что законы должны были быть одни для всех И, собственно, чтобы ни у кого не было особо большого преимущества За одним-единственным исключением Носить оружие позволялось только Готам Римляне не могли это делать Кстати, что-то Берберы забыли на нашей территории Очень интересно Ну, если они атакуют Будем сражаться с Берберами Что я могу сказать Хотя Конечно, вот эта штука самого Сунтри Правда, нам пока квесты не выдали Поэтому я, честно говоря, даже не знаю, где ее искать Ну, короче говоря Собственно Теодорих действительно был Достаточно сильным правителем Так сказать И Он Вел весьма активную И внешнюю политику В том числе В частности Он Так сказать Заключил мир с франками Так сказать Старался не ссориться С королевством франков Это было второе Мощнее Ну, в общем Самые два мощных королевства На западе Это были королевства И Новых Готов И Франков Собственно Современником Теодориха Был Хлодвиг Тот самый Хлодвиг Первый король Франции Считается уже Да И Собственно говоря Человек Который Принял христианство Причем Христианство Не арианское Как Многие Другие Варварские Монархи Так Сардинцы Дают нам деньги За договор Неопадение Отлично Я Знаете Атаковать Сардинию Я не собираюсь В принципе Если уж Начинать Так Просьба Феодоры И вот На арене Появляется Третий Игрок Который Нам Будет Выдавать Задание Помимо Нашей Жены Императора А именно Императрица Восточной Империи Феодора Тоже Чрезвычайно Интересный Человек Я Наверное Немножко Потом Одинно Расскажу Это бывшая Проститутка Которая В итоге Стала Православной Святой В общем Да Там Ребята Были Крайне Интересные Так Короче Говоря Понятно Значит Она Нас Попросила Не выполнять Задание Ясняна Но нет Ребят Я Подчиняюсь Все-таки Императору А не Императрице И Так сказать Буду действовать Именно По его воле А не По воле Феодора Поэтому Феодоре Мы отказываем Вот Знаете Опять же Я не знаю Что Выделено С точки зрения Войск Потому что Понятное Дело Что За каждый Квест Нам Разные Персонажи Будут давать Разные Какие-то Награды Вот Например Жена Нам Дала Новый Трейд Многоводный Вы помните Я не знаю За кого Будет Выгоднее Я в данном Случа Отыгрываю Роль Потому что Я Полководец Императора И Собственно Мой Непосредственный Начальник Это все-таки Он А частные Просьбы Это конечно Все замечательно Но В меру Вот И ослушаться Прямого Приказа Я не могу Так вот Собственно Амуасунта Она является Родственницей Двух Великих Людей Того Времени То есть Она является Дочерью Теодориха И племянницей Хлодвига Потому что Теодорих Женился На сестре Хлодвига Таким образом Между Франками И Устготами Было Закрещено Перемирие В Устгот Фактически И государство Было Ну Можно сказать По корену Устготами Ну Хотя Ну как сказать По корену Было Некоторые Объединения В конце концов Народ Более-менее Один И вообще Теодорих Он По всей Был неким Геологом Такого Панготского Движения Потому что Когда вот Он собирался Свой Поход По завоеванию Италии Он даже Приглашал Крымских Готов Пойти с ним Которые были Вообще Не при делах Вот Но они Отказались Тогда Сделать Вот То есть Действительно Был Чрезвычайно Влиятельный Товарищ Однако С Хельдрихом Который Владел Королевством Вандалов Он врождал И вообще Говоря Теодорих Он хотел Так сказать Принять Карательный Поход Против Вандалов Я уже Говорил Об инциденте Когда Так сказать Был конфликт Между Вандалами Иготами До Событий Которые Описаны У нас В компании Вот Ну Короче говоря Теодорих В итоге Омер И Осталась Водуча Молосунта И Мололетний Сын Молосунты Который Был Формальным Королем Вот Амолосунта Она Стала Ригентом Надо Сказать Что Амолосунта Она Имела Хорошее Образование Как и сам Теодорих Хотя Про Теодорих Тоже Знаете Есть Противоречивые Сведения Так Минус Вандалы Все Ага Так Куда же Нас Отправляют То есть Нас Отправляют В центр Италии Нам Нужно Вообще Исторически Амолосунта Значит Ее Сбросили С Ее Поста И Заточили Имницу В результате Заговора Знати Ну Понятное Дело Что Для Готов Во-первых Подчиняться Женщине Это было Не особенно Хорошо Во-вторых Дело Все в том Что Как здесь Как раз И Показывается Амолосунта Вела Тайные Переговоры С Есенианом Ну Здесь Опять же Это явно Не нравится Жене Есениан У нас Компании Да Феодория Которая Видимо Подозревает Что Есениан На Амолосунту Положил Глаз Вот Так сказать Потому что Амолосунта Славилась Своей красотой Хотя Она уже Не совсем Уж Девочка И Ну Тем более По стандартам Того времени Порядка С ракета Ну Правда Есениан Тоже Не Мальчик Тоже Примерно Сколько лет Вот Ну Собственно Для Готов Именно Стало Известно То Что Амолосунта Видел Шашниц Вором Восточной Римской Империи Ну И Соответственно Вот Произошел Вот Это Вот Заговор Ну Вообще Там В Королевстве Уз Готов Тоже Естественно Кипела Политическая Жизнь Так Была Местная Проримская Партия Потому Что Тут Получилась Такая Парадоксальная Ситуация Что При Уз Готах Жизнь В Италии Очень Сильно Улучшилась По сравнению С предыдущим Периодом То есть Кое Как Наладилась Торговля Кое Как Там В общем Ну Короче Говоря Даже Есть Такой Термин Уз Готское Возрождение Да То есть После Последнего Периода Существования Западной Минской Империи Так Жизнь Улучшилась Повысилась Урожайность Так Насколько Я знаю Даже По-моему В некоторых Источниках Пишут Что Увеличилось Население Короче Горя Мы плывем В Италию Спасать Амоласун Основной Нашей Армии Правда Меня беспокоит То Что У нас Не очень Большой Доход Ой Ну В общем Ребят Мы сейчас Идем На очень Большую Авантюру Потому что Я плыву Пока Только Одной Армией Второй Армии Я Везти В Италию Если честно Опасаюсь Сразу же Потому что Я вот Квест В Италии Выполню Наверное Буду Сразу Оттуда Сваливать Потому что Закрепляться В середине Италии Там Могут Прийти Грубо говоря Из севера Из юга Остготские Войска Это по-моему Немножечко Авантюрно Я бы вообще Хотел бы начать Как в реальности Начал Завоевание Италии Глизари Из захвата Сицилии Но Плыть нам придется Совсем в другое место Нам придется Плыть В Риату Собственно И По Игре Держат Муасунки На самом деле Ее держали На острове Так сказать Среди Одного Из Трех Больших Озер Апеннинского Острова Если честно Не помню Какой Именно Из озер Как она Называется Ну в общем Короче говоря В итоге Она была Казнена По римскому Обычию Ну через Некоторое время После ее Заточения Видимо Как раз Мы должны Успеть До того Как ее Казнят Вот В общем Будет интересно Изменить историю И ее попробовать Спасти На что это Повлияет Очень интересно Ёхух Ребят Весело А вот Готта Они не промах Они уже Присылали сюда Войска И они И играют На опережение Они вовсе Не собираются Ждать Пока мы Высадимся В Италии Они сами Высаживаются С Северной Африке Так Ну что я Делаю Ну я Во-первых Отхожу От побережья Чтоб они Не нападали Лично На наши Войска Пусть они Так сказать Потерпят Определенные Потери В противоборстве С городскими гарнизон вот об гарнизон они немножко побьются соответственно у нас появится больше шансов как видите узготов банально сильно больше и если честно тоник с этим армии ну кстати тоже есть какие-то потери но не ребят я счет боишь их так в открытом бою не разобью короче говоря надо будет опять же пытаться использовать нашу любимую тактику тактических отступлений очень масло масляное любимую тактику масляного масла это автологии ну ладно в общем нам придется бить их войска по частям кстати что это значит что желтыми стали у меня солдатики а у соседних солдатиков не отображается циферка то ли это баг какой-то то ли я не знаю если честно что же давайте будем увеличивать нашу армию несмотря на то что так сказать с деньгами большие проблемы кстати войска есть не она уже на полном ходу плывут в италии и вообще говоря довольно заправно потому что если сейчас у противника нет войск в риме я сейчас могу взять рим и сказать что компанию завершили потому что поставил себе такую цельную конечно так делать не буду потому что это будет издевательство но все забавно так вот высаживаются высаживаются и как видите ходят они они все строчка да забавно забавно вот кстати опять же вот что критивы все-таки научили сделать это заставлять свою армию своих этих искусственного интеллекта ходить все так и вместе а не порознь так вот амаласонту собственно фактически заживо сварили в бане тоже по римскому обычаю на сказать что рима не вообще были большие затейники в плане казни то есть не все знают что тот же самый колизей там были не только там не знаю гонки колесницей гладиаторские бои ну и публичные казни причем оформлены в таком креативном стиле я бы сказал то есть там например человека там одевают в икара и он там значит его там отпускают у него ломаются крылья и он падает вот так сказать разбивается от пол то есть казни были оформлены таким образом ну в общем то есть казнь в бане тоже достаточно распространенные римские обычаи но пока амаласонту еще жива и возможно мы успеем спасти не знаю не знаю опять же ребят это авантюра больше никак я это назвать не могу вот собственно говоря в королевстве узготов были свои внутренние политические течения достаточно серьезные подводные течения так сказать связаны они были с тем что устготы опять же были в италии на таких правах временных администраторов то есть все равно приходилось учитывать мнение императора восточной римской империи хотя бы формально так и ребятки понятно и армии устготов идут за мной но не все потому что действия моего агента не пропали даром и самая большая армия узготов отстает от своих передовых отрядов а передовые отряды мы можем попробовать даже и разбить потому что там сопоставимое с нашим количеством войск и мы можем соответственно выиграть а потом уже заняться с их основными силами получив определенное подкрепление потому что в любом случае скорость восстановления наших войск будет больше чем скорость восстановления войск узготов собственно существовала партия так сказать которая ну собственно римская старая аристократик которая выступала за изгнание варваров потому что все таки этот вопрос ношения оружия он все таки приводил к тому что зачастую варвары решали некоторые юридические вопросы в таком в общем в таком в несудебном порядке то есть закон это может быть были правильные но так сказать не всегда можно было проконтролировать возможности их своевременного исполнения еще проводим дезинформацию вражеских войск я не знаю смеем ли мы таким образом вроде говоря нет, я боюсь, что мы не сумеем таким образом их как бы разделить то есть, видимо, ну сейчас посмотрим сейчас надо атаковать передовую армию придет ли вот эта вторая армия, которую мы дезинформировали, на помощь так у нас здесь есть то, значит, лучники прачники, они стоят дешево копеечки стоят дороже значительно поэтому копеечков, наверное, мы брать не станем а вот стрелков мы дополнительный отряд возьмем и атакуем противника да, ну здесь у нас уже есть какие-то шансы, хотя плохо все-таки, что они не разделяются так обойти их я боюсь, ничего не будет сделать ладно, начинаем битву начинаем битву битву при Тагасте соответственно битву, естественно, мы будем проводить лично ой это будет непростой бой у нас по идее есть некоторые преимущества по стрелкам и, кстати, можно будет попробовать на Хильдриха сразу его прорашить потому что у противника отсутствует кавалерия хотя как отсутствует у него, как вы видите, у начальника кавалерия но все-таки, знаете, копейщики они достаточно близко стоят компактно расположился наш противник поэтому сложно будет сразу какие-то агрессивные маневры принимать против него но можно все-таки попробовать разбить ребят по частям потому что если они объединятся, конечно вы видели, что общий баланс сил не на моей стороне но это очень важно нам нельзя проигрывать Африку пока Близзари в отъезде так, можно попробовать сейчас обойти противника с тыла вообще, конечно, знаете, довольно интересные компании уже такие политические интриги завязываются что-то весьма, весьма недопытно интересно, здесь как бы будет ли все-таки освобождение Маласунта иметь какие-то последствия или это просто некая разовая акция которая ничему особо не придет, кроме того, что Иснян даст нам награду в принципе, опять же, дополнительные войска-то мне сейчас не очень даже, наверное, нужны потому что, так сказать, Иснян их на первых порах финансирует сам, как мне пишут а потом их перестает финансировать это не очень хорошо потому что денег у нас пока что нет с другой стороны, можно их, конечно, всегда распустить можно, не знаю, сделать себе такую экономическую орду в тылу, к примеру почему бы и нет если нам их сразу выгибнуть с какими-то постройками так что все равно они нам не помешают так, вот здесь надо очень аккуратно с копиметателями потому что они могут просто уничтожить наш отряд собственно, вот сейчас мой наскок имел целью просто кинуть пилмы и, так сказать, первый залп пилмов прошел и мы убили некоторое количество телохранителей генерала самого генерала, к сожалению, не убили но это почти никогда не бывает у него, видимо, у самого юнита генеральского какое-то взумное количество ФП, как я понимаю пока у нас, собственно, идет бой ну, про Узготов мы, наверное, еще будем говорить в, так сказать, в следующих сериях наверное, еще имеет смысл в этой серии пару слов сказать собственно, про Велизария, про его прошлое собственно, откуда он появился и примерно как он воевал ну, во-первых, местом рождения Велизария была Германия правда, в данном случае Германия это не страна, а город который находился вовсе не в Германии, а, так сказать насколько я понял, в той территории современной Болгарии где-то в этом районе, то есть, условно говоря, в Афракии, да если использовать античную терминологию ну, вот, собственно говоря, в Велизарии хорошо показался я в армии участвовал в битве при Даре, про которую я уже упоминал, да, с персами не только в этой битве, там был целый ряд сражений в войне с Сассанидом, что, в общем-то, в том числе и это подвигло Сассанидов подписать так называемый Вечный мир, конечно, он не был Вечным, но именно этот самый мир позволил Десниану сосредоточить свои войска на, так сказать, на покорение Запада вот, про участие в Велизарии в восстании ну, то есть, подавление про восстание я уже говорил значит, любопытно, как Велизарий воевал, потому что армия его была уже армией не античной а армией, в общем-то, уже средневековой потому что основу, ядро армии Велизария составляли так называемые буцеларии или букеларии, я сейчас говорю не знаю, как правильно произносить то есть, фактически, изначально это был его персональный ответ телохранителей, но в итоге он разросся до полутора тысяч человек всадников, причем всадников таких, которых в игре, на самом деле, нет так сказать, ну, по функционалу потому что в Велизарии, у него всадники были универсалы то есть, они, у них, они таскали с собой целых три вида оружия то есть, они сочетали в себе функции конных лучников, штурмовой кавалерии и ударной кавалерии то есть, у них был лук, я так понимаю, что гунтского образца, копье то есть, они действовали как катафракты, потому что были довольно тяжело защищены, да и у них был меч то есть, в принципе, это были такие ребята универсалы такие конные лучники-катафракты-штурмовой кавалерии в общем, в принципе, подход это вполне себе оправдал то есть, фактически, по мнению многих следователей, Велизарий его войско сочетало в себе свойства с одной стороны гунтской конницы, с другой стороны готской то есть, в принципе, так сказать, это были главнейшие враги римлян и, соответственно, Велизарий учился у них то есть, сам Велизарий по национальности считает, что он был готом но это наиболее распространенное сейчас с точки зрения так сказать, но, на самом деле, есть самые разные теории есть, кстати, теория, по которой и Велизарий, и даже сам Яснян были неким иным, как Слоянами и даже называлось имя, что Яснян не настоящее настоящее мы его звали Управда но это, так сказать, опять же, отлично Вражеский полководец убийц мы выигрываем сражение кавалерийское на флангах у нас преимущество кавалерии и это, в общем, решает все, потому что сейчас мы будем заходить по тылам и не наводить тут хаос ну, пока тут надо немножко позаниматься микроменеджментом вот то есть, есть теория, что Велизарий тоже был славянином ну, вот то, что говорят про Ясняна вроде бы тот текст, на который ссылаются некоторые исследователи которые удивлялись сторонниками славянского происхождения Ясняна ну, конечно, этот текст сейчас признан фейком, да? причем это произошло еще в веке, в 19-м ну, честно говоря, сами понимаете, что очень и очень сложно, так сказать, адекватно, так сказать, строить какие-то адекватные теории по событиям того времени потому что, опять же, очень многие источники были предвзяты и тут же Прокопик Хисарийский, он был такой человек про него, наверное, тоже надо будет говорить потом отдельно потому что он некоторые события явно интерпретировал предвзято вот ну, или, например, та же вот оценка деятельности Ясняна следующим императором то, что, значит, все финансы были расстроены, значит, в военном плане везде тоже все было плохо хотя, на самом деле, знаете, это вполне могло быть такое вот это заявление, которое сейчас рассматривают как некую историческую правду это могло быть что-то типа, знаете, 20-го съезда КПСС с разоблачением личности Сталина это мы не знаем, как все это происходило на самом деле хотя, на самом деле, у Восточной Римской империи в конце царства Ясняна были огромные проблемы в силу некоторых причин, в том числе объективных, о которых мы поговорим еще позднее ну, а пока у нас, собственно, происходит битва так так, ну, вроде нормально, центр пока держится если центр продержится, то все будет окей давайте стрелки в тыл зашли кавалерия сейчас будет тоже в тыл заходить и все будет окей так, лучников, лучников подводим прачников, лучников гоняем ну, в общем, ребят, это уже, можно сказать, победа главное, чтобы наш центр сейчас не убежал а в остальном все окей Главное, гонять этих стрелков не давать им не давать им остановиться на части стрелков так, все атакуем мигающих товарищей вот, вы знаете, на самом деле все-таки очень плохо, то что критик ФС сделали вот эту систему то, что, грубо говоря, режим обороны который был в прошлых Total War включен по умолчанию в Ватиле мы побеждаем собственно, закончу мысль то, что очень часто бывает так, что строй стоит и половина солдат не дерется вот это очень раздражает то есть, надо постоянно их протыкивать постоянно их контролить в Медевеле, грубо говоря, пошла свалка твои, грубо говоря, будут драться автоматически если у них не включен режим обороны они будут втягиваться в бой здесь этого не происходит и проблема в том, что сделать-то ничего нельзя только самому лично надо все приказывать давайте, немножко раздражаем ну ладно я думаю, что на этом вырезание товарищей можно собственно говоря прекратить его просмотру так, тяжелая победа ну и в общем мы разбиваем две так сказать вспомогательные армии льготов которые высадились в Африке и остается одна главная армия я думаю это очень хорошо так сказать Витигес или Витигес погиб у нас в битве кстати вполне возможно что это должен был быть исторически будущий король король но этого мы уже не узнаем потому что в нашем прохождении он точно таковым не станет что ж прокачиваем нашу армию ну а в целом это наверное неплохой момент чтобы серию завершить я опять же прошу прощения чтобы серия была немножко упоротой потому что так сказать не всегда в адекватной обстановке удается что-то записывать подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте дальше будет еще интереснее с вами был Андрей